Призрачный образ акварели. Именно так называется выставка Нижегородского художника Владимира Рекина. Акварельная живопись – вот что занимает мастера уже долгие годы и чему посвящена экспозиция из 88 его картин. На выставке в Нижегородском художественном музее представлены работы автора последних лет. Я очень много делаю экспериментов, много делаю поисков разных, много отыскиваю путей таинственных, декоративных, разных. И поэтому работа у меня часто бывает разной. Но все решает техника, как везде. Спросить любого артиста или балерину. Все решает умение. И оно умение в акварели. Крохами вырабатывается. Надо очень сильно много работать, чтобы крохи изменить даже. На выставке представлены как циклы, так и самостоятельные работы автора. Как изображения предгорий Кавказа, так и индустриальные картины нашего города. Как натюрморты и пейзажа, так и портреты. Не характерные для акварельной живописи, но искусно выполненные мастером. Открытие экспозиции приурочено к 50-летнему юбилею творческой деятельности художника. Куратор выставки откровенничает, что Рекин, влюбившись однажды, ни дня не провел без мыслей о своей избраннице. Без попыток узнать ее поближе. Ее. Акварель. Его жизнь – это служение искусству акварели. Этот человек может говорить только об искусстве акварели, только об искусстве вообще, на какие-то бытовые темы с ним разговаривать. Совершенно бесполезно. Он все равно все сводит к тому, чем он живет, чем он дышит. С детства знакомые всем акварельные краски, да альбом 28 листов. Казалось бы, вот ты рисуешь натюрморт, и ты уже художник. Но Владимир Иванович признается, что когда идут, а он все не перестает учиться и совершенствоваться. Это счастье деятелей культуры любой, любого вида вообще. Это кончать учиться, это кончать работать вообще. И бросить тогда все. Я рожден быть счастливым в учении своем. Учусь до последних дней. Любовь Рыбальченко, Алексей Калякин, Объективно, ННТВ.